Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. С вами врач-акушер-гинеколог Ольга Придухина. Сегодня мы с вами поговорим на тему, как же улучшить сперму. И сразу же у меня к вам такой вопрос. Зачем вам ее улучшать? Какие-то признаки есть, что-то вас беспокоит. Когда ко мне приходят пациенты, особенно партнеры моих пациенток, и говорят, нам бы хотелось улучшить сперму. Первый вопрос, зачем? То есть, что вас беспокоит, почему вы хотите ее улучшить? Самое главное, когда ответ, это, допустим, изменился объем. То есть, он уменьшился. Мы видим визуально, что спермы стало меньше, чем раньше. Появился запах, изменился цвет, изменилась вязкость, консистенция. Но и самое главное обычно жалоба, то есть, для чего нам вообще нужны сперматозоиды, это для оплодотворения яйцеклетки. И как раз очень часто пациенты приходят с жалобой, что женщина не может забеременеть. Там, допустим, у нее все хорошо, надо бы посмотреть, как у меня. И вот только тогда, или беременность долгое время не наступает. И вот тогда нам действительно важно посмотреть, самое главное, посмотреть, все ли хорошо. И после этого уже улучшать качество сперматозоидов. То есть, этот вопрос всегда очень важен, что что-то назначать. Вы визуально не знаете, может быть, у вас все хорошо. Да, уменьшился объем, но в принципе, сами сперматозоиды достаточно активные, подвижные и хорошие. Поэтому вот здесь вопрос как раз в том, что проводилась ли вам диагностика. Брали ли вам анализ? То есть, обычно это расширенная спермограмма по Крюгеру, смарт-тестам, такой достаточно полный анализ. И если в паре достаточно долгая беременность не наступает, то как раз практически все пары проходят через эту процедуру, то есть этот анализ, сдача спермограммы. В принципе, ничего такого серьезного в этом нет страшного, поэтому выполняется, сдается быстро, анализ практически уже вечером будет готов. И в принципе, никаких проблем с этим нет. Поэтому, если действительно вы почувствовали какие-то проблемы, боли, выделения, тогда да, тут уже нужно обследоваться. Или просто что-то вам не понравилось. Но в основном как раз этим вопросом интересуются пары, которые планируют беременность, или когда беременность не наступает достаточно долгое время. Так вот, здесь всегда надо ответить на вопрос, если вы увидели какие-то изменения, что-то было перед этим, что-то случилось, какие-то воспаления были ли. То есть, что вот вас конкретно подвигло идти сдавать, или все было действительно хорошо. Дальше надо, конечно, обследовать половые железы. Это та самая простата, которая как раз-таки влияет на сперматозоиды, их качество. Сделать УЗИ и, соответственно, сдать все мазки, посмотреть, нет ли какого-то воспаления. И дальше уже с помощью клиника лабораторных анализов будет хорошая картина и диагностика, что же все-таки не так и на что надо повлиять. То есть, вот мы получили полный расклад. Если мы говорим в целом о спермограмме, вот в целом, как же мы можем на нее повлиять? Безусловно, это образ жизни. Наш образ жизни влияет на все, в том числе и на спермограмму. То есть, постараться больше отдыхать, сохранять режим сна, отдыха, не так, что мы целый день отдыхаем и практически не двигаемся, или наоборот, целый день работаем и практически не спим. То есть, обязательно нужно четко соблюдать сон, отдых. Обязательно хорошее питание. Обязательно это белок, бобовые, молочные продукты, злаковые культуры. То есть, для нас это необходимо, для мужчин в том числе. Это очень важно. Затем, как я уже сказала, физическая активность. Физическая активность крайне важна. Сейчас у нас есть и спортзалы, и разные секции по борьбе, бассейны, что угодно. Но физическая активность должна быть даже просто обычная пробежка. Она должна быть, и это является вариантом нормы. То есть, каждый человек должен все-таки немножко активно-активно двигаться. Затем, это витамины. Витамины мужчинам, конечно же, нужны, необходимы. Это витамин Е, витамин Д, селен, цинк. Селен и цинк, конечно, в очень большом количестве содержатся в зелени. Петрушка, укроп, салаты. И мужчины почему-то не всегда очень любят зелени, салаты. Но, тем не менее, если вы их не употребляете в пищу, тогда нужно их добавлять отдельно, как отдельные витамины или витаминные комплексы, как раз, которые содержат данные витамины, микроэлементы. Это очень важно. Следующий компонент, это регулярная половая жизнь. Это очень важный компонент, потому что слишком долгое воздержание не очень хорошо сказывается на качестве, именно качестве сперматозоидов. Поэтому регулярная половая жизнь очень важна, особенно, когда мы говорим о проблемах с беременностью. Затем, нужно, конечно, отказаться от бань, очень горячих, саун. Это очень важно, так как уже многократные исследования доказали, что очень вот такая жара, очень большая, да, там высокие температуры, также влияют негативно на сперматозоиды. Поэтому, если вам нравится, вы, конечно, ходите, но не часто, часто не надо. А то по вечерам мы лежим в горячей бане, по выходным, там, два раза в неделю ездим в баню. Конечно, в этих случаях будут проблемы, связанные с качеством сперматозоида. Поэтому от бани стоит отказаться. Затем, по поводу витаминов, я уже сказала, вы их можете принимать отдельно. Сейчас есть отдельный. Есть витаминно-минеральный комплекс, есть биологически активные добавки. Но лучше всего проконсультироваться с врачом. Врач, именно уролог, подберет вам самый необходимый комплекс. Без назначения врача ни травы, ни какие-то настойки пить не рекомендуется. Конечно же, следует отказаться от вредных привычек. Обязательно. Это и алкоголь, и различные препараты, и курение. Это все нужно оставить на время, когда мы с вами работаем над нашей спермограммой и над образом жизни в целом. Это очень важно. Я вам желаю всего самого наилучшего. Если у вас остались вопросы, вы хотите поделиться своим мнением, пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока.